Сколько можно заработать на финансовом рынке? Можно ли вообще заработать на финансовом рынке? Как заработать в интернете и тому подобное и так далее? Огромное количество вопросов и практически нет ответов. Всем привет, на связи Дедсмокфх и сегодня в этом видосе я вам продемонстрирую очень наглядно от А до Я, как реально можно заработать на трейдинге, да, если мы с вами говорим про заработок в интернете, без волшебных таблеток, то есть реально, как можно проанализировать, сделать вывод, свой прогноз, в какую сторону пойдет цена и на этом, собственно, взять и заработать. В начале видоса, ребята и девчонки, поднавалите сюда лайкосов, делаю для вас реально годный контент. Давайте с вами приступим, что нам нужно в первую очередь? Вот у меня есть график трейдинг вью, один график, просто отображение самое стандартное. Я буду использовать индикатор профиля объема, который мне покажет, какое же соотношение продавцов и покупателей находится внутри свечи. Под предыдущим видео было очень много вопросов от вас, видимо, вы просто не прочитали инструкцию на русском языке, которую я сделал, поэтому показываю очень наглядно. Вы заходите на трейдинг вью, что вы делаете дальше? Вы жмете настройки, дальше, тут где написано тело, то есть тело свечи, вы ставите прозрачность на 7, то есть просто берете, ставите 7% прозрачность. Дальше с красным делаем одно и то же, ставим 7% и вуля, уже отображение, у нас графика другое. Дальше мы с вами его масштабируем, то есть увеличиваем, вот просто, чтобы было комфортно смотреть за соотношением продавцов и покупателей. Дальше есть оригинальный индикатор, я вам про это говорил, он на английском языке. Для вашего понимания, чтобы вам было проще, я сделал на русском языке, чтобы все было чики-пуки. Вот он, SmokeFX Clusters, он бесплатный, у меня находится в телеграм-канале. Я на него жму, и теперь мой индикатор здесь уже запущен, так как он работает в режиме реального времени, то есть он отслеживает самые минимальные колебания цены. Вот они уже у меня, в принципе, и происходят. Теперь мне нужен обычный график, для того, чтобы я мог проводить стандартный классический технический анализ. Что я делаю? Я жму вот на это окошко и выбираю вот этот тип отображения графика. Вуаля, второй график у меня открывается. Здесь я тоже жму EURCHF, и здесь у меня просто обычный график. Что я имею по итогу? Я имею отображение графика, то, которое отображает мне продавцов и покупателей. Здесь можно просто убрать объемы, но они тут лишние на самом деле. И стандартное отображение, то есть все по дефолту. Самое основное такое отображение график, плюс объемы в нижней части графика. Вы про это спрашивали. Как это сделать? Я показал очень наглядно. То есть несколько простых манипуляций. Все, у нас есть правильное отображение графика. Теперь вопрос. Смоук, а вот эти два окна, они, по-моему, там на платной подписке. По-моему, действительно, ребят, у меня просто максимальная платная подписка. Есть минимальная. Стоит она в районе 5-10 долларов. Я свой софт сделал бесплатно, перевел, все для вас организовал. TradingView, ну вы уж извините, я на это не могу повлиять. Берет, да, какую-то там сумму, 5-10 долларов за подписку. Но, ребят, вы можете что сделать? Взять вторую вкладку и на второй вкладке включить отдельно, к примеру, у вас здесь обычный график. И вторую вкладку сделать уже вот с таким графиком. Либо сделать два окна браузера, настроить, поделить на две части. То есть все достаточно легко. Я сделал это следующим образом. И теперь я вам продемонстрирую, как я вижу вообще вот, знаешь, эту последовательность. То есть трейдинг и бинарные опционы. Бинарные опционы это самое простое, что только может вообще существовать. То есть проще придумать в околотрейдинговой движухе. Ну, мне кажется, просто, ну, нечего уже придумать, чтобы было еще проще. Но, оказывается, нет и есть последовательная схема действий. Теперь, когда мы здесь все настроили, мы можем двигаться с вами дальше. Вот, знаешь, схема, как нужно правильно все использовать, анализировать. Мы переходим в Telegram, а именно в SmokeFX Helper. Это бот, который анализирует валютную пару по огромному количеству параметров. Вот смотрите, что я делаю. Я выбрал валютную пару USDCHF. И здесь мне указывает то, что мне нужно рассматривать вход на понижение. Давайте выберем эту же пару USDCHF здесь. Так, USD, USDCHF. Мы рассматриваем на понижение, потому что изначально по 18 параметрам это вход вниз. Хорошо, смотрим сюда. И что нам нужно сделать? Нам нужно с вами промониторить, когда у меня появится большое количество объема на продажу, что уже, в принципе, происходит, и заходить на понижение. То есть мы здесь смотрим, в какую сторону мы рассматриваем вход. А здесь мы уже ищем, когда же у нас появится реальный продавец. В данном случае он уже появился. Поэтому USDCHF это вход на понижение. Давайте, USDCHF, 77%. Вход на понижение. Все, моя сделочка открыта. Теперь давайте с вами поговорим о том, все-таки про настройку, да, чтобы это очень качественно отображалось. Потому что там смог, а как сделать там два окна. Я уверен, что все равно будут такие вопросы. Ребят, я скажу вам так. Я своих людей не бросаю. Поэтому я дал задачу своим программистам, чтобы они сделали этот индикатор таким образом, чтобы он мог отображаться на этом же графике и не загораждал основные свечи. То есть вы будете видеть то, что происходит внутри свечи на одном графике. Два окна не нужно будет использовать. Я над этим уже работаю. И, что самое главное, это будет бесплатно. Это будет открыто. Я также весь софт, да, который я делаю, я отдаю вам, своим зрителям, своим людям просто так. Ссылка на него будет находиться в моем открытом канале в Телеграме. А это вот здесь вот. Вот здесь находятся все мои личные разработки. Например, крайний индикатор. Я про это уже говорил. Вот знаешь, если до этого мы все разрабатывали, этот скрипт, именно профиль объема, он был в открытом доступе, но на английском языке и не было подробной инструкции. Что я сделал? Я перевел внутрянку абсолютно полностью. То есть ты можешь зайти сюда и ты увидишь, что здесь все на русском языке. Я сделал инструкцию на 18 страниц. Также на русском языке полностью, чтобы вам было все понятно. То есть это тот случай, когда был оригинал. Он очень крутецкий, но не важно, чтобы люди понимали, как его использовать. Именно поэтому я сделал полную инструкцию и перевел его, чтобы вы его могли использовать уже нормально в своей торговле. Точка входа. Вот вам движение вниз. Ну вот сразу, да? Сразу все понятно. Один разбор. Мы изначально в SmokeFX Helper подсмотрели, в какую же сторону указывает нам вход наши технические показатели и индикаторы. Вход на понижение 80%. Мы открыли с вами сразу график. Я сразу увидел на открытии объем, который образовался у меня вот в этой части. То есть это мой объем на продажу. Сразу вход на понижение. Вот, ну, все, да? Что тут еще добавить? То есть таким способом, если вы будете брать и использовать, вернее, знаешь, не просто использовать, а комбинировать. Это называется комбинаторика. То есть есть люди, которые анализируют таймфрейм, например, 1 час и 5 минут. И делают какие-то выводы. Так тоже можно делать. В нашем случае мы используем инструмент, который полностью анализирует с точки зрения технического анализа. Мы переходим. Мы также можем провести свой технический анализ. Но тут ключевое. Посмотреть на объемы внутри свечи и подобрать наилучшую точку для входа. Я это вижу так, потому что очень много вопросов и реально мало ответов. Вот вам последовательность действий, как можно на финансовом рынке, на таком простецком инструменте, как бинарки, взять и заработать. То есть давай по пунктикам пройдемся. Номер 1. Заходим в SmokeFX Helper, выбираем валютную пару, жмем на 5 минут и получаем прогноз либо вверх, либо вниз. Дальше под номером 2. В этом видео я это просто пропустил, потому что опять же сразу был вход. Под номером 2 мы с вами проводим технический анализ. Отмечаем области, потенциал движения. Смотрим с вами на объемы в нижней части. Это, давайте так, технический анализ. И под номером 3 мы с вами смотрим внутрь свечи и ищем объем в сторону, которую указал мне SmokeFX Helper. То есть все последовательно, так как я сделал в этом видосе. Здесь я получаю уверенный плюс. Поэтому еще раз, в этом видосе у меня была простая задача. Показать вам наглядно, как можно настроить график на TradingView, сделать два окна. Но, тем не менее, я уже сказал, что прогером сказал, сделать так, чтобы на одном графике все было классно. Чтобы люди, которые даже, ну почему-то не хотят брать бесплатную подписку на месяц. В общем, сделают для вас еще больше софта и опять же на халяву. Дальше показал, как это взаимодействует с вместе. С вместе. SmokeFX Helper. То есть анализ сначала производится здесь, после на графике. Если эта тема вам интересна, я запишу более такое обширное видео, где проведу несколько сделок в ряд и покажу, как правильно нужно анализировать и на что делать акцент. Ну а так, доступ к SmokeFX Helper получают все, кто находится в закрытом сообществе. Как вступить? Первая ссылка в описании под этим видосом. Ну как-то так. На связи был Дед СмокFX. Ребят, поднавалите лайкосов. Софт делаю для вас реально от души. Отдаю на халяву. Поддержите меня, будет еще больше полезной инфы. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok